Добрый вечер! На телеканале Огненск ТВ новости в студии Ильхам Нигматуллин. Вот о чем мы расскажем сегодня. Подрядчики обещают уложиться в срок. Уже в самое ближайшее время должны быть завершены ремонтные работы на самом большом участке городских дорог. Откуда дует ветер? Специфический запах горящей пластмассы привлек внимание специалистов. 16 июня в режиме видеоконференции губернатор области Анатолий Артамонов общался с членами регионального правительства и руководителями его структурных подразделений. Речь шла о задолженности предприятия системы ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями региона. Так, график платежей за газ не выполняется в полном объеме, несмотря на то, что задолженность перед поставщиком сократилась на 96 миллионов рублей. Она все еще остается значительной. Еще хуже обстоит дело с оплатой электроэнергии. На сегодняшний день управляющие компании области должны калужской сбытовой компании более 1 миллиарда с четвертью рублей. Анатолий Артамонов порекомендовал руководством ресурсоснабжающих организаций активнее обращаться в суд. А главу администрации муниципалитетов области он поручил активнее работать с организациями-должниками. Правоохранительным органам предложены разработки для органов местного самоуправления, соответствующие рекомендации, опираясь на существующие законодательства и опыт соседних территорий. Близится юбилей первой в мире атомной электростанции. По утвержденным планам, к этому моменту должен быть завершен ремонт основных городских магистралей. Если неделю назад сомнения в том, что подрядчики успеют завершить работы к назначенному сроку были, то теперь, судя по всему, волноваться не о чем. Ход дорожного ремонта и другие вопросы обсуждались сегодня на планерке в администрации. Первый вопрос на рабочем совещании у главы Обнинской администрации – ремонт дорог. И здесь чиновникам есть чем похвастаться. На проспекте Маркса и улице Курчатова все работы выполнены. Осталось лишь завершить укладку асфальта на улице Ленина рядом с проходной физико-энергетического института. Дорожники обещают сделать это уже сегодня. Работала асфальто-укладочная техника и в ряде обнинских дворов. Теперь на очереди другие проблемные места. 32-й микрорайон Маркса – 38. Сегодня последнее время подачи заявок будут разыграны такими. Так что по 45-му микрорайону это акциону 6, 10, 4 тоже сегодня будут проводиться. По 32-му, 39-му микрорайону по ТОСу Калужская – 8, 10, Энгельс – 16, Маркс – 110, Калужская – 1, 3, Энгельс – 34, Калужская – 3 в работе. В поле зрения главы администрации попала и вот эта площадка в одном из дворов на улице Ленина. Вот так благоустроители позаботились о детях в прошлом году. И сегодня городские коммунальщики решают, как все это исправить. Делать ли песчаную подушку или специализированное резиновое покрытие. Ну, дешевле получится резиновым ковром, потому что там сделать единственное только песчаные основания и наложить ковер. Это будет приблизительно один квадратный метр, выйдет где-то под 1100 рублей. Но в любом случае ремонт на этой площадке будет нерадостным для детишек. Ведь технология для любого покрытия одна. Вначале надо убрать все конструкции, сделать покрытие, а затем вернуть конструкции обратно. Но как раз в последнем и кроется проблема. То есть, на самом деле, конечно, там площадка эта, она используема, но то, что за ней никто не выхаживает, не собирается и не будет в перспективе, конечно, было бы самое лучшее ее бы там на державе поставить. И понятно бы, кто ее охраняет, кто ее убирает, кто ее контролирует. Только вот непонятно, от кого собираются охранять эту площадку. Ведь кроме кусков асфальта под ногами других недостатков здесь нет. Так что не исключено, что новое благоустройство благом для детворы опять не станет. Зато пользу городу должны принести 800 новых урн, которые появятся в Обнинске. Правда, желающих устанавливать конструкции пока нет. Но дело даже не в установке, а в том, кто будет следить за порядком. Идем по тому пути, что мы все равно будем отыгрывать уборку дальше, дорог продолжать для организации, куда будет причина уборка, в том числе и уборка. Изменчивый характер погоды в который раз заставил задуматься о вырубке старых деревьев. Ровно год прошел с момента урагана на поселке Мирный. Сначала мы убрали все деревья, которые на выходе улицы поселка на пионерский проезд, потому что там были аварийные деревья, связанные с тем, что еще и повороты автомобиля были скрыты. Сначала мы убрали все там. На сегодняшний день часть деревьев силами войска была убрана, но они работают, конечно, не в том темпе, как нам хотелось. Мы будем сейчас делать выход туда на место. И уже, наверное, с привлечением, наверное, НПКХ и МЧС наших будем попробовать убрать те, которые аварийные, которые на самом деле могут быть в любой момент, предположим, упасть по сильному ветру. Аварийных деревьев там полным-полно и сейчас. Может быть, по количеству деревьев поселок Мирный и не самая большая территория в Обнинске, но по силе разрушений и нанесения материального ущерба и вреда здоровью аналогов поселку Мирный в Обнинске нет. Напоследок глава Обнинской администрации Александр Авдеев поручил подчиненным детально поработать над двумя важными вопросами. Организация новых съездов для маломобильных граждан и установка полусфер, ограничивающих проезд машин. Нередко решение этих вопросов носит взаимоисключающий характер. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. Еще одна тема, беспокоящая горожан, в последнее время поднималась на рабочем заседании. Дело в том, что обнинцы все чаще жалуются на запах гари, который особенно сильно беспокоит жителей в предрассветные часы. Судя по всему, неприятный запах проходит в город со стороны деревни Кобицыно, где сейчас расположено немало промышленных производств. По характерному запаху горожане предполагают, что имеет место незаконное сжигание отходов пластмассы, а это уже не только неприятно, но и опасно. Разобраться, что происходит и кто в этом виноват, берутся специалисты. В отношении выбросов на сегодняшний день задание получил Центр гигиенной эпидемиологии. Наши проводят лабораторные исследования и изучают анализы этих результатов. Я выбираю через пару дней, он уже сообщил. Что показал анализ воздуха, мы расскажем вам в ближайшее время. Следите за выпусками наших передач. Еще два года назад мы рассказывали о попытках восстановления дворовых спортивных площадок в Обнинске. В 2012 году ряд спортсооружений во дворах был подвергнут ремонту. Однако подрядчик, выполнив ремонт лишь частично, покинул фронт работ. Предполагалось, что призвать к ответу недобросовестного исполнителя удастся через суд, и это позволит продолжить ремонт. Но через два года оказывается, что начатое дело завершить не удалось. Когда-то строительство этой площадки обошлось городу ни много ни мало в миллион рублей. Три года назад еще без малого полмиллиона из городского бюджета ушло на ремонт этой площадки и десяти подобных, которые есть в Обнинских дворах. То есть где-то года три назад еще пытались, снимали эти сетки, новые ставили и все, больше не делали. Но вот уже два года, как ремонтные работы здесь не проводятся вообще, хотя потребность в них очевидна. Ходят, конечно, каждый вечер, ну, как в сов пять, в шесть. Днем иногда дети придут, маленькие играют. Дыры в покрытии и ржавое ограждение – картина типичная для этих дворовых площадок. Во дворе дома номер 17-Б по улице Энгельса сетку с конструкции сняли сравнительно недавно, по весне. Но дети сюда все равно приходят. Бывает и часто. Особенно вот ребята играют в мяч, очень хорошо им это нравится. Ребят постарше на этой площадке в утренний час нам встретить не удалось, но вот малыши о своих первых шагах в спорте рассказали с удовольствием. Я люблю бить, когда у них родится, да все с ними играть, здесь бегать, играть, догонялки. Дыру в покрытии детишки нашли применение. Теперь это поле для творчества в прямом смысле этого слова. А сетку обязательно восстановят, уверены взрослые. Ведь сняли ее, потому что пришла в негодность. Нередко чиновники во всех бедах винят самих жильцов. Мол, отношение людей к спортивным объектам наплевательское. А вот сами жители считают, что в плачевном состоянии ограждения виноваты не люди, а качество материалов. Ну, наверное, мне кажется, что сетку такую ставят. Ну и ломают, конечно, ребята-то. Сильно бьют. То есть не специально? Да нет. Не специально, конечно. Вот эта площадка во дворе дома номер два по улице Калужской сохранилась здесь еще с советских времен. Несмотря на то, в каком состоянии находится сама площадка, вечерами здесь тоже играют в футбол. Только денег на восстановление этого спортобъекта не выделялось уже несколько десятков лет. Накануне школьных каникул чиновники отрапортовали о том, как много сил и средств они потратили на организацию летнего отдыха детей. Нередко звучат заявления о том, что нужно привлекать детей к спорту. Вот только без создания возможностей для занятий и регулярного поддерживания спортивной инфраструктуры эти призывы вызывают лишь усмешку. Евгения Власюк, Алексей Гавшин, телекомпания Обнинск ТВ. Обнинск и Жуковский район попали в список территории Калужской области, где в период с января по май 2014 года произошел рост зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем на 10% выросло число преступлений, связанных с фактами умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Незначительно, но участились грабежи и кражи. Намного чаще регистрировались случаи уничтожения чужого имущества путем поджога. Неблаговолучная картина вырисовывается также на дорогах и в сфере оборота наркотиков. Наблюдается рост преступлений, совершенных иностранцами, несовершеннолетними и группа лиц. В перечень районов с наименьшей раскрываемостью преступлений, к сожалению, попал весь север Калужской области, включая Обнинск. Очередная рабочая неделя, наступившая после длинных выходных, началась авария на 104-м километре Киевского шоссе. Грузовик, перевозивший цемент, столкнулся с Нивой, ехавшей в соседнем ряду. Последняя по инерции въехала в легковую иномарку, двигавшуюся впереди. К счастью, все участники аварии остались невредимы. В рубашке, по всей видимости, родились и владельцы раскуроченной Нивы. Пожилая семейная пара делалась лишь испугом. Выходные в зале волейбольной школы Олимпийского резерва имени Александра Савина проходил чемпионат России по панкратиону или смешанным боям. Соревнования в этом виде спорта на столь высоком уровне в Обнинске и Калужской области проводятся впервые. Четыре десятка спортсменов на эти соревнования выставила только Калужская областная федерация смешанного боевого единоборства. Команда хозяев стала самой представительной из 23 принявших участие в чемпионате. Состав отбирался за месяц до турнира. Состав сборной Калужской области очень хороший. Надеемся на общекоманное первое место. Бороться в прямом и переносном смысле участникам чемпионата пришлось не только за победу, но и за право выступать в состязаниях еще более высокого уровня. Об этом нам рассказал президент Всероссийской Федерации и вице-президент Всемирной Федерации панкратиона Владимир Степкин. Раз занявших первое место войдут в состав сборной команды России, которые будут принимать участие в чемпионате мира 2014 года в городе Москве. Владимир Степкин отметил, что местная федерация, готовясь к чемпионату, сумела создать достойные условия для приема многочисленных участников и проведения соревнований. Надежды калужских спортсменов оправдались. Они стали победителями в общекомандном зачете. Ольга Некрасова, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ. На этом у нас все. Следите вместе с нами за свежими новостями. Всего вам доброго. 11 июня в поселке Ворсино, совсем рядом с Киевским шоссе, торжественно открылся фирменный мебельный салон при фабрике «Одиссей». Гостями праздника стали партнеры и клиенты предприятия, которые уже без малого 20 лет выпускают комплектующие для кухонной мебели. Открытие выставочного центра выводит работу с клиентами на новый уровень. Мы здесь постараемся показать все наши новинки, которые актуальны сейчас у нас. Мы будем не все успели доделать, но времени было мало. Мы все подождем. Но самое главное, появилось площадка, появилось место, где мы можем встречаться с вами, показывать вам наши новинки, обсуждать форекс. На фабрике налажен полный цикл производства мебели. В широком ассортименте представлены столешницы, фасады, стеновые панели, изделия из искусственного камня, ламината HPL, массива ценных пород древесины, все самого высокого качества. И, конечно же, умывальники, мойки и прочие изделия для кухни, поставщиками которых являются ведущие европейские предприятия. Ярким и впечатляющим результатом труда проектировщиков, конструкторов и дизайнеров фабрики «Одиссей» стало собственное производство кухонь и мебели под брендом «Лаэрта». Собрав в одном месте самые передовые технологии, обеспечив высокое качество и изысканный дизайн, разработчики бренда предлагают изготовление кухонной мебели, отвечающей любым потребностям клиентов. Фасадные полотна у нас есть разных видов. Один из них – это фасады, основной – это с поверхностью, с пластиком. Мы их сами прессуем. Но есть такое преимущество. Все обычно прессуют, обратная сторона какая-то определенная. У нас есть возможность делать фасады двухсторонние. С одной стороны пластик, с другой стороны этот же декор. Или вообще разные декоры. Пожалуйста, любая ваша фантазия. Для удобства клиентов в салоне работают дизайнеры-консультанты. Которые помогут в выборе кухонного гарнитура или мебели, бесплатно составят дизайн-проект, порекомендуют оформление и отделку в зависимости от потребностей и возможностей клиента. И, конечно, расскажут о преимуществах современных тенденций. Например, таких, как интегрированный плинтус или система Аквастоп. Индивидуальная работа с каждым клиентом и оптимальное соотношение цены и качества – такова бизнес-философия фабрики «Одиссей». А в честь открытия салона все клиенты получают подарок – скидки на мебель и столешницы, которые будут действовать все лето. Убедиться в этом может каждый, посетив фирменный мебельный салон при фабрике «Одиссей», находящийся по адресу поселок Ворсино, улица Лыскино, владение 7.